Затягивание официальным Ереваном, подписание мирного соглашения, а также нерешенность вопроса об открытии Зангизурского коридора не приносит пользу армянскому народу. Азербайджан решил не дожидаться затянувшегося почти на три года открытия коммуникации через Армению и реализовал эту идею, согласовав с Ираном новый маршрут, проходящий по небольшому участку его территории. Нахчеваны дали в Турцию. Азербайджан больше не заинтересован в Зангизурском коридоре, а заинтересован в Иранском коридоре. И недавно было заявление МИД России о том, что Иранский коридор на 8 километров больше и там есть два лишних моста. Что я подразумеваю, увидела в этих тезисах. Прежде всего, решая вопрос таким образом, напряжение на Южном Кавказе снимается. Не решая вопрос открытия Зангизурского коридора, Армения, конечно, прежде всего потеряет большие экономические потери у него будут. Из-под носа уходит многомиллиардный проект. Вместо того, чтобы заглядываться на несколько тысяч километров западнее и искать там альтернативных сторонников, Армении следует стремиться к формированию атмосферы дружбы с ближайшими соседями и выстраивать конфигурации для обеспечения безопасности своего народа. Почтение фактически потерял шанс, чтобы Армения участвовала в Зангизурске проекте по выработке энергетических и транзитных перевозок. Встреча Тбилиси под подседничеством к премьер-министр Грузии тоже в совершении, так сказать, дало никаких, я бы сказал, результатов из-за позиции Армении. Я не знаю, чего добивается сам Пашинян и нового руководства Армении. Может, они чего-то ждут, ожидаются по помощи от Запада. Это вот такая деструктивная позиция. Не думаю, что она дала позитивные результаты для геополитетского развития самой страны. Демонстрируемый премьер-министром Армении популизм, который подпитывается его неуверенностью и колебаниями в принятии жизненно важных решений в пользу своего народа и страны, является ничем иным, как политическая фиаско на фоне выверенной, глубоко продуманной политики президента Азербайджана, который успешно решает не только вопросы, связанные с обеспечением безопасности и процветания своего народа, но и всего региона Южного Кавказа в целом. Так что в Ириване давно назрела необходимость просто взглянуть на себя в зеркале истории. Кемаль Азисказы, Новости АСТВ.